Дениска – долгожданный ребёнок в семье Сергея и Ирины Таран. Особенно радовалась рождению братика маленькая Настя. Мальчик рос на удивление развитым и общительным. То ли благодаря старшей дочери, то ли все вместе, окружению, мы уже начали ходить с 8 месяцев. У нас появились первые слова. Баба, мама, гуси, гуси, га-га-га, наш любимое стихотворение. Болели у РВИ, пошли в поликлинику, воздавали все анализы, анализы пришли все хорошие. Внезапно у малыша начался жар. На вторые сутки родители вызвали скорую помощь. Медики сбили температуру. Через час мой мальчик, который смеялся и бегал по комнате, пришёл ко мне, притопал, свесил головку прямо у меня на плечах. Закрыл глазки, перестал на меня реагировать. Бердянские медики как могли пытались помочь малышу, но все версии возможного диагноза не подтверждались. Лечение не помогало. Ухудшались показания анализов. 29 марта специальная бригада санавиации доставила Дениску в Запорожскую областную инфекционную больницу. Ребёнок, конечно, тяжёлый. У него диагноз герпетический мининг-энцефалит. Тяжёлое лечение. Был в коме на искусственной вентиляции лёгких. На фоне лечения состояние улучшено. Но, конечно, ребёнок требует длительной профессиональной реабилитации. Сейчас мы заканчиваем противовирусную терапию и со следующей недели планируем начинать реабилитационные мероприятия. Вирус герпеса передаётся воздушно-капельным путём. При сниженном иммунитете, как у 10-месячного Дениски, быстро распространяется в организме, вызывая различные осложнения. Наиболее агрессивные для нервной системы – это вирусы герпеса первого типа. Поражают головной мозг, вызывают так называемые менингоэнцефалиты. То есть вирус проникает внутрь клетки и вызывает тяжёлое воспаление с гибелью последующей клетки. Этот диагноз можно поставить при проведении спинномозговой пункции, чтобы было выполнено и в специфических лабораторных исследованиях. Сейчас Дениска уже дышит самостоятельно, кушает, улыбается. Для дальнейшего лечения малыша необходимы сильнодействующие противовирусные препараты. Родные и близкие ребёнка уже израсходовали все средства. Помощи благотворительных фондов, которые стараются приобрести лекарства, недостаточно. В один день был такой случай, что ушла вся зарплата отца. Просто за один день. Мы надеемся на дальнейшую поддержку, на фонды, которые нам помогают, на людей, которые нас слышат, неравнодушные впереди. Я надеюсь, что у нас ещё период реабилитации будет долгий он или короткий. Не знаю, но мы сделаем всё возможное, чтобы поднять нашего сыночка. Пожалуйста, помогите нам. Не оставляйте нас от них с нашей бедой. Нам тяжело, нужна поддержка. Если вы хотите помочь спасти этого малыша, позвоните его маме Ирине по номеру, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.